Сегодня на Челябинскую область обрушился новый циклон. Обильные снегопады создали условия, близкие к чрезвычайным, на федеральных трассах и городских магистралях. А уже ночью синоптики вновь обещают ледяной дождь. Сложные условия стали причиной множества аварий на улице Златоуста. Как дорожники боролись с натиском стихии, узнали наши корреспонденты. О, номер самый главный. Только ищут, не дремлю. Владимир Смирнов после каждого нового круга осматривает машину. За свой почти десятилетний стаж водитель маршрутки повидал многое. Сейчас на дорогах Златоуста он держится хоть и осторожно, но уверенно. Приходится, конечно, проявлять все свое мастерство, чтобы тронуться, чтобы остановиться. Скользко, сами видите. Ну, а так, в основном, расчищены дороги. Сегодня Союз транспортников Златоуста учитывает потребности населения. В связи с ограничением трамвайных маршрутов на дороге города вышло максимальное количество маршрутных такси. Поспеть точно по графику в такую погоду задача не из простых. Элементарное должно быть соблюдение, ну, вот при таких условиях, правил безопасности дорожного движения. Это дистанция, скоростной режим. Ну, только так, осторожно. А по необходимости или по возможности, то, конечно, лучше где-нибудь постоять, не передвигаться. Это только уже в крайней необходимости. Это, в принципе, совет и пожелание. Ну, а пассажирский транспорт никуда не денешься. Будут ездить. Спасение утопающих в снегу поручено дорожникам Златоуста. Уже неделю специальные службы работают в круглосуточном режиме. Там, где не доберется тяжелая техника, приходится применять ручной труд. Ну, вот, остановки чистим, убираемся. Ну, вот, чтобы проходы, пешеходы, вот, людям было удобнее проходить. Разгул стихии не считается с количеством сил, брошенных на уборку улиц. Буквально через час после очистки от снега сугробы возвращают свои позиции. Тем не менее, на протяжении последних дней все главные транспортные артерии города удается поддерживать в проезжем состоянии. В адрес администрации поступает много заявок от жителей, от автомобилистов по поводу состояния улицы Грибоедова, значит, соответственно, дороги Златоуст-Миас. Ну, хочу что сказать. Вот здесь заканчивается зона ответственности городская, дальше начинается областная автодорога. То есть, мы свою часть на данный момент выполнили. Дорога прочищена, находится в удовлетворительном состоянии. Все спуски и подъемы, которыми славятся Уральские горы, в такую погоду превращаются в полосу препятствий для автомобилистов. Безопасность водителей не обеспечивают даже очищенные дороги. Влажная ледяная поверхность ставит под сомнение качество любой покрышки. И только к концу недели природные капризы сменятся на стабильно низкую температуру во всем регионе.